До Нового Года осталась неделя. Каждый ждет чудо. А ведь сотворить его под силу любому. Например, преподаватель школы рисования для взрослых Татьяна Володина этим занимается ежедневно. Как сделать пока еще экзотическое для нашей страны украшение из хвои, она рассказала и показала моей коллеге Ирине Шашковой. Этот праздничный атрибут пришел к нам из далекого 1839 года. Создателем главного рождественского украшения считается гамбургский лютеранский теолог Иоганн Вихерн. Из обычного деревянного колеса он смастерил венок и разместил на нем большие маленькие свечи, которые зажигали каждое утро, отчитывая дни до праздника. Смастерить такой венок теперь может любая курянка. Все, что понадобится для шедевра. Круглая основа из любого материала, веточки, елки, игрушки и небольшие украшения. Новогодний венок, он делает в основном зеленые веточки, которые зелень символизирует долголетие. Красное – это у нас и красота, и здоровье. Золото – это для богатства. И такими венками, когда украшаешь дом, как бы и привлекаешь заодно к себе и здоровье, и богатство, и красоту. Небольшие веточки сосны нужно уложить елочкой по окружности. Главное, чтобы заготовка спряталась под хвои. Закрепите работу горячим пистолетом с клеем или любым фиксирующим и быстро сохнущим веществом. Наряжать елку также можно орехами, конфетами, бантами и другими новогодними аксессуарами. Главное – соблюдать общую композицию и выдержать стиль. Этим веночком можно украсить не только входную тюфель, как бы показать, чтобы праздновать этот праздник у вас дома ярко и весело, но и можно также украсить им новогодний стол. Положив его в центр, сделав внутри, можно еще добавить свечи в качестве композиции новогодней такой подсветки. Фантазия – главная составляющая этого украшения. Общий вид, настроение и предназначение венка зависит исключительно от вкуса мастера и интерьера в доме. Например, еловые ветки можно заменить тканью или ротангом.